Привет! Продолжаем изучать инструментарий и функционал Blender. Сегодня поговорим об инструменте Boolean. Boolean – это операция, при которой один объект вычитает свою форму из другого объекта. Или несколько объектов вычитаются, или соединяются, или пересекаются, или срезаются из другого объекта. Тут с какой стороны, скажем так, посмотреть. Вчера я рассказывал про Boolean в Maya. Смысл во всем софте приблизительно одинаковый, то есть мы берем какую-то форму и производим с ней операцию сложения, вычитания, пересечения, срезов и так далее. В Maya, конечно, функционал, я бы сказал, немного пошире, чем в Blender. В Blender всего лишь 4 операции можно проводить с Boolean, но все-таки тоже достаточно удобно. Здесь есть тоже свои плюсы. Как он запускается? Запускается… Здесь этот инструмент реализован на уровне модификатора. То есть, допустим, нам нужно накинуть модификатор Boolean на тот объект, с которым мы как раз будем производить эту операцию. То есть, если я хочу вычесть сферу из куба, то мне на куб нужно будет накинуть модификатор Boolean. Далее, здесь вот как раз у нас есть три функции. Difference – разница, Union – объединение и Intersect – пересечение. Далее, в графе Object мы указываем тот объект, который мы хотим вычесть. Вот уже видим то, что форма изменилась. перемещая сферу, мы тем самым можем изменять вырез. Но здесь единственный минус. При использовании этого модификатора мы не видим сам вырез. То есть, можем, конечно, включить Alt-Z, X-Ray и его здесь посмотреть, как он будет выглядеть. Но это немного неудобно реализовано, поэтому следующий вариант. Берем сферу, заходим в настройки объекта, вкладка Viewport Display, Display S, Wire, как сетку. Отображаем, как сетку. Берем опять сферу и можем перемещать ее. Уже видим, как у нас будет выглядеть вырез. именно на самом кубе. Далее, какие варианты у нас еще есть? Union – это, понятно, соединение двух сеток. И Intersect – как раз видим, у нас остается пересечение двух объектов. То есть, в конечном итоге, если применить модификатор, мы будем иметь вот так. Сдублировал и не применил. Плай. Мы получаем вот такую вот геометрическую фигуру. Это в двух словах, что касается самого модификатора. Но Blender прекрасен тем, что у него есть замечательные аддоны. В данном случае зайдем Edit Preferences – аддоны и найдем здесь аддон Bull Tool. Запустим его. Сохранимся. Где у нас находится менюшка этого аддона? Менюшка аддона находится вкладка Edit – Bull Tool. Появляется она здесь. Здесь сразу смотрим Auto Boolean и Brush Boolean. В чем разница? Auto Boolean работает сразу и применяется сразу. То есть, наводим, допустим, Difference, считаем. Сочетание клавиш Shift – Ctrl – Numpad – минус. Здесь единственное, что нужно только соблюдать порядок выбора. Активный объект как раз из него и будет вычитать и будет вычитаться объект, который мы хотим вычесть. То есть, в данном случае активный объект у нас куб, а вычитаться будет сверху. Ctrl-Shift – минус. У нас получается вот такая вот новая фигура. Ctrl-Z. Ctrl-Shift – плюс. У нас объединяется геометрия. Ctrl-Shift умножим. Получится Intersect, соответственно. Only. Да-да-да. Умножим. И Ctrl-Shift – деление. У нас получается срез. Слайс вот подобный. Это если нам сразу нужно применить саму операцию. Но помним то, что в блендере все процедурно моделируется. И мы можем изменить, скажем так, конечный результат. Для этого у нас есть вкладка BrushBullin. Здесь мы уже просто нажимаем Ctrl- на Numpad. И посмотрим, что получится. Ctrl- минус. Обратите внимание. У нас этот объект переводится в категорию Cutters. В коллекцию Cutters добавляется. И сразу у него включается режим Wire. То есть, благодаря этому аддону все, что я показывал в первой части урока, включается автоматически. Здесь мы можем двигать Cutter. Ну, из-за этого называется BrushBullin. Булевая кисть, скажем так. Далее, для того, чтобы все это дело применить, нам нужно просто применить все модификаторы на кубе. Здесь также добавляется модификатор. И все это, скажем так, срабатывает. Далее. Так, так, так. Применяем здесь модификатор. Apply. И у нас появляется форма Cutter остается неизменным. То есть, он не пропадает. Так, далее. Практическое применение. Допустим, сделать барабан для револьвера в таком случае, как обычно, вычитаем из активного объекта. Я создал вот такие вот цилиндросферы. Далее нажимаем Ctrl-Shift-минус и получаем конечный результат. Подобный. Люди, которые наверняка работали с булином, знают то, что после этой операции сетка оставляет желать лучшего. Да, я с вами соглашусь. Что здесь делаем? То есть, по сути, у нас готовая low-poly модель имеется. Единственное, что здесь, если нам нужно сделать меньше сечений, мы это делаем. Если что-то нам нужно свести какие-то лучи, мы это все, естественно, уже делаем руками, убиваем на это время. Но что еще? Как это сгладить? Потому что, если мы попробуем это сгладить... Так, перед сглаживанием я все-таки сохранюсь на всякий случай. Subdivision Surface. Запускайся. Так, ну вот я и вылетел. Подождем немного. Получается вот такая прекрасная штука. С support jamming тут, конечно, тоже работать придется долго. Можно, конечно, кризы сюда накинуть, что-то сделать, но лучше сделать ремеш. И в конце недели я, скорее всего, запишу урок, как сделать сглаживание подобного объекта после булина в ZBrush. То есть, как его переремешить и сгладить. И потом, соответственно, экспорт-импорт перекинуть из ZBrush в Blender. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, любые комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Подписывайтесь, естественно, на канал. А на сегодня все про булин. Спасибо за внимание. Встретимся завтра. Расскажу что-нибудь новое.